Здравствуйте, уважаемые любители бильярда! Сегодня мы с вами переносимся в Соединенные Штаты Америки, в город Нью-Йорк, где проходил в начале августа 2014 года очередной чемпионат мира по стрейт-пулу, где нашу страну представлял никто иной, а сам Евгений Евгеньевич Сталев. И сегодня мы вместе с ним прокомментируем этот уникальный матч и расскажем об особенностях игры под названием стрейт-пул. Комментировать данный матч буду я, Сергей Бауров, и Евгений Евгеньевич Сталев. Ну и первый вопрос. Жень, расскажи вкратце о правилах этой игры. Многие любители, начинающие игроки, наверное, не поймут, в чем именно особенности и тонкости этой интереснейшей игры. Добрый день, уважаемые любители. Ну, эта игра, можно сказать, одна из самых старых игр в пул. По-моему, лет 50 назад в нее точно играли. Был такой великий игрок в Элимосконе. В этой игре ходит легенда, что он делал по 500 шаров с Киа. Что касается правил, здесь в зависимости от уровня турнира идет... Счет, бывает, играет до 100 шаров, бывает до 150, до 200, в зависимости от уровня турнира. В этом случае, в котором сейчас мы будем комментировать этот матч, рейс идет до 150 шаров. Это каждый шар очко. Забивается 14 шаров. Последний шар не забивается, оставляется на разбой. И после этого надо забить этот последний шар. И как бы желательно подбить пирамиду и продолжить дальше серию. Я думаю, мы будем сегодня свидетелями таких комбинаций. А вот сейчас расскажи о том, насколько внимательно сейчас твой партнер изучил постановку пирамиды. Насколько важно, чтобы все шары соприкасались друг с другом? Насколько это правильно она должна быть выставлена? Хотя никакого атакующего удара, по сути, не было. То есть сейчас получился такой отработанный удар по отыгрышу? Да, здесь, что очень важно, при разбое, как меньше шаров раскатить и не подставить ни одного шара на игру. Практически никто не атакует с разбой, потому что здесь игра ведется на заказ. Очевидные шары не заказываете? Да, очевидные шары, конечно, не заказываются. Заказываются комбинации и дуплеты. Мы видим вот этот удар, который произвел Майк Дэвис, достаточно хороший, и сделал мне нелегкую позицию. Вот мы смотрим один из позиционных ударов. Я не хотел просто тонко отыгрываться от какого-то либо шара, потому что могу вывести что-то на игру. Вот, я решил сфалить. Вот, что это значит? Это минус один шар. Вот, и... Правило такое, что если ты делаешь три фала подряд, у тебя минус 15 шаров и плюс еще три фала, которые ты сделал. Это в сумме получается 18 очков минус. И плюс того, что пирамида ставится заново, и ты разбиваешь, как будто как это при первом ударе это происходит. А встречалась вообще такая история, что... Да, это часто встречается, чтобы не проиграть позицию. Люди делают три фала первым. И для того, кто стартует, для того хуже. Вот, потому что если ты первый стартуешь, значит ты первым сделаешь три фала. Вот, это очень важный момент в этой игру. Им надо пользоваться. Если ты проигрываешь позицию, в таком случае лучше сфалить три раза подряд и потом попытаться заново от пирамиды отыграться. Расскажи об отыгрыше, допустим. Вот, что необходимо сделать? Сейчас же недостаточно будет просто накатить в кучу шаров, да? Отыгрыш достаточно легкий здесь. Это надо попасть сначала в шара. После соприкосновения с шаром, один из шаров должен коснуться борта. Этого вполне достаточно, да, чтобы... Вот мы заметим, что я сыграл очень хорошо. Был мой, по-моему, второй удар. Очень тоненько. Ничего не вывел на игру. Сейчас будем смотреть, как Майк Дэвис будет пытаться отыграться, усложнить мне позицию. Да, неплохо ты попал. Попал достаточно тонко. Прямо с борта. На игре ничего нет. Конечно, последует позиционный удар. Заметим, что счет партии, как показывает, счетчик 0-0, но вообще-то это по минусу одному очку у нас. Сейчас я пытался просто свой на месте сыграть, а одиннадцатого увезти. То есть тебе ничего не давал этот шар, даже если бы он упал в лузу сейчас? Да, я его и не играл. Я заказал отыгрыш. Ты должен сказать, перед ударом, если ты хочешь отыграться, надо сказать сейв. Потому что если ты скажешь сейв, и у тебя упадет шар, он будет незащитен. Он выставляется на точку. Сейв это в переводе отыгрыш, да? Да. Сейчас я что-то пытаюсь высмотреть, достаточно несложную комбинацию для меня. По ходу турнира я сделал очень много комбинационных ударов, где отметили меня как одного из самых сильных таких игроков, кто знает, очень много всяких вот таких ударов незаметных и очень важных для этой игры, с чего начинаются серии. Вроде бы он ничего не подставил, но я нашел этот шар, и с него начинаем делать серию. Ну как, для тебя сейчас достаточно благополучно раскатились шары? Все достаточно стандартно в этой позиции. Сейчас будем делать достаточно простые удары. Главное в этой игре, чтобы свой не гулял по столу. Желательно, чтобы все было на одной половине, и все короткие выхода, короткие ударчики, без каких-либо больших винтов. Вот, но в то же время это так кажется, что легко. Вот, здесь предельная концентрация должна быть. Вот, вроде бы все забивается легко-легко-легко, а потом просто на какой-то момент, там, через 50-60 шаров, ты можешь просто не забить подставку из-за этого, из-за того, что ты уже входишь в какой-то кураж, но этого кураж может повредить тебе, потому что тебе кажется уже, что все-все легко, все легко, но это обманчивый момент. Расслабляться нельзя, да? Меня поймут игроки, те, кто играет в пул и тренируется в эту игру, они понимают, о чем я говорю, потому что очень многие делали и по 100 шаров с Кия, и знали, на каких шарах, возможно, ошибиться в эту игру, это доходит до смешного. Как, кстати, тебе оборудование, как стол, сукно? Этот стол достаточно давно стоит в этой бильярдной, уже, может быть, более, наверное, 20 лет. Это столы Бранцвик, не помню, как называется, то ли... Голд Кравен, да, Голд Кравен, это одни из самых старых столов. Очень многим нравится играть именно на Бранцвиках, а не на Даймондах. Я предпочитаю Даймонды, они более строгие. Зачем строгости? Строгие, да. И другая резина более резкая, как бы, отдается быстрее шар. Вот мы сейчас видим, что я пытаюсь подбить 14-й и тормознуть, как бы, открыть позицию. Ну, вот что здесь выгодно оставить под разбой? Под разбой мы видим, что 9-й шар самый оптимальный вариант, да. И что вы заметите, в какой стойке я сейчас стою, это, похоже, что-то гибридное между снукерной и, как бы, пулоской. Тебе комфортно играть в этой стойке? Да, я играл практически около года в этой стойке, и сейчас для меня более-менее нормально. Ну, все же, когда играешь в русский бильярд, стоишь немного иначе. Сейчас я перешел обратно на обычную свою стойку. Мне она нравится больше, чем снукерная. Во-первых, в русском бильярде снукерной стойкой недостаточно, чтобы нанести комфортно сильный удар. Ну, вот оптимально сейчас вывел? То есть, так, как и хотел, угол тебя вполне устраивает? Да, вполне устраивает. Такое ощущение, что резко достаточно большая, забить нелегко? Нет, это тебе не русский бильярд. Здесь все легко забивается. На одной половине, тем более, шар. И через все поле луза два шара проходит. Мы заметим, что я забил, по-моему, 14 шаров. Ну, у тебя был штраф? Ну, пишу 13, да. Так что будем считать серию так, чтобы 14. Майк Дэвис минус один. Можешь объяснить вот разницу? Почему вот в русском бильярде все-таки игроки сами себе ставят пирамиду? Здесь же как бы все доверяют, что ли, друг другу? То есть, твой соперник, партнер, неужели у него нет в мыслях как-то криво поставить, как-то неплотно? Во-первых, любой может поставить и, конечно, и криво, и неплотно. То есть, сам должен все-таки следить, да? Это может произойти и не специально, может и специально, но, естественно, ты должен перепроверять это. Вот, если ты считаешь правильное, поставленное, наноси удар спокойно. Вот мы видим, что с разбоем я сыграл достаточно хорошо. И открытые позиции начинаем опять собирать серию. Да, пока все достаточно благоприятно для тебя раскатывается. Вот, скажи, тренировался ли ты к этому турниру? Насколько я знаю и видел тебя, то есть, особо за плоским столом я тебя не наблюдал. Но по ходу игры я хочу сказать, что ты обыграл таких сильнейших игроков, как Джон Смит. Это один из лучших игроков в стрейт-пул. Также там четырехкратного Джонни Арчера ты обыграл, четырехкратного чемпиона мира. Как? Как без подготовки можно показать такой результат, обыгрывая по ходу турнира таких известнейших и сильнейших игроков? Ну, кто вам сказал, что без подготовки? Ну, вот я тебя наблюдал, видел тебя каждый день. Десять лет тренировок, не выходя из подвала ЦСКА и в то же время на Динамо. Это дает о себе знать. Ну, естественно, конечно, многих удивляет, что я уже пять лет, по-моему, не подходил к пулу. Может быть, один турнир раз в год сыгрывал. Выигрывал. В основном я отдавал предпочтение русскому бильярду и развивал русский бильярд. Ну, когда же у тебя была полноценная тренировка? Тренировки. Практически у меня к этому турниру не было. Я, может быть, сыграл пару встреч. А, и до этого турнир я сыграл по десятке. Занял шестое место. Это же было пару дней назад на этих же столах. А в стрейт-пол я не играл, наверное, с тех пор, как меня засудили на чемпионате Европы в Люксембурге, когда я должен был войти в финал. Расскажи об этом поподробнее. Матч с Микой Иманиным. Это был интереснейший матч. По ходу турнира я прибавлял и прибавлял игру. Делал серии, начиная от 50 уже до 100 шаров. И матч складывался таким образом, что я впереди был 143 шара. Где-то так у меня было. А у него было 137. Игра шла до 150 очков. Там народу смотрело очень много. Много славян было. Все болели практически за меня. И ситуация какая была. Оставалось на столе 7 шаров. И я переспросил у судей, сколько мне шаров. 7? Я у него спрашиваю. Он да, говорит 7. Я забиваю 6 шаров. Остается 1 на разбой шар. И я делал выход так, под прямого шара. Не обязательно срезка. Мне же не нужно подбивать пирамиду. Потому что у меня последний шар. Ну ты делал выход на последний. И что произошло? Я спрашиваю судьи, мне 1? Он говорит, да, 1. И я забиваю этот 1 шар. И Мика смотрит, что-то по счету начинает считать. И не досчитывается шара. Вот. Типа, тебе еще 1 шар. Я говорю, стоп, игра. Ну минут 20 мы там обсуждаем, что делать. Туда-сюда. Ну так, как сейчас я не знал раньше правил. Мне надо было настаивать на своем тогда. Восстановите мне позицию. Или как в этом футболе засчитали. В гол Марадони. Там же ничто нельзя было сделать. Так же и здесь тогда. Или засчитывать, или восстанавливать мне позицию. Что вряд ли они сделают. Поэтому здесь матч, как бы, нужно сказать, что я выиграл. Ну чего этого я и не сделал. И судьи посчитали, что я должен продолжить игру. Ну я продолжил игру, проиграл по позиции. Ну что, психологически ты уже был подавлен? Нет, просто не подавлен, а проиграл по позиции. Там же один раз достаточно чуть-чуть не туда вывести. И все, и он спокойно собрал остальные там, сколько, шаров. Недостающие шары, да. Да, недостающие шары. Вот так, обидно, я проигрался. Ну, ты лично к нему каких-то претензий никогда не испытывал, да? Нет, вот в этот момент, конечно, он повел себя неправильно. И потом оказалось, что главные судьи были, по-моему, финны. И меня попросили пожать руку на награждение. Типа, что в спорте есть спорт, ничего не сделаешь. Но я этого не сделал, посчитал, что это будет неправильно. Потому что это было явно, засудили меня. Ну, я набрался опыта. И поэтому чаще всего сейчас я свою серию подсчитываю. Ну и подобную ситуацию уже бы впредь обернул бы уже в свою пользу, наверное, да? Да, ну, в свою пользу я бы так не делал, просто бы делал как правильно. Да, моей вины не было. Для того судья и стоит у стола, чтобы... Да, так и есть. Потому что в снукер вроде бы, как судья сказал, так и должно быть. Вот, мы видим, что я собрал еще одну партию 14 шаров, но нам не записали счет. Ну, я думаю, сейчас они исправят. Достаточно легкая позиция, но надо подбить ту четверку шаров, которая уплотнилась посередине. Уже понимаешь, через какой шар будешь подбивать? Да, подбивать в процессе может все поменяться. Ну, желательно, наверное, все-таки будет это сделать от 15 шара, который стоит ближе к короткому борту. И на разбой, наверное, оставлю этого шара, который стоит справа от пирамиды. А так вот, во время партии, какое количество ходов наперед ты подсчитываешь? Не так много, может быть, 4-5 ходов. Ну, бывает, когда открытые позиции, и все 10 могут быть. То есть, и в основном следуешь всегда к какому-то построенному плану, да? Да, практически так. Вот сейчас мы видим, что я не от 15-го подбил пирамиду, а от того середины, которого шара я сыграл. Ну, а сейчас на подбой, допустим, что ты планируешь? Вот этот шар, который находится справа от пирамиды. Справа, снизу. Вот я пытался еще его чуть-чуть подбить. Да, вот видите, раз, и сейчас чуть-чуть сильнее свой середину. Вот я про эти ошибки говорю, которые может внезапно, ниоткуда получиться. Это такая игра, что ты должен максимально делать все четко, чтобы сделать большие серии. Ну, а как, на твой взгляд, необходимо тренировать такие качества, как концентрация, вносливость, собранность на протяжении всего турнира, матча. Это же действительно стоит больших усилий. Да, это нужно тренироваться по 10 часов каждый день. В разные игры, на строгих столах. Ну, по-другому вряд ли что-то у тебя получится, потому что нужно много чего запомнить. В этой игре тут много таких позиций становится. Вроде бы они легкие, но в то же время ничего легкого нету, надо разобрать правильно. Это как загадка. Мы видим, что они 14 шаров записали, но еще одну пирамиду нет. Да, 41, все правильно. 41 на минус 1, но серия 42 шара. Понятно. Но, в принципе, такой отрыв, стрейт-пул, он не означает, что ты далеко оторвался в недосягаемой зоне. Да, в эту игру отрыва практически не существует. У меня были матчи на чемпионате Европы. Я проигрывал по ходу матча 80 на 0 и выигрывал. Выигрывал. Нет, даже не так. Мне 80 на 0. Человеку оставался один шар, а мне 50 шаров. Я выиграл, я помню, этот матч у меня был на чемпионате Европы в Карловарах. Такой был момент. Правда, давно это было, лет 10 назад. Мы видим, что я подбил пирамиду. И не такая уж легкая позиция, но, в принципе, все открыто. Но это скопление все равно, наверное, будешь думать, как это подбить, скопление около точки шаров. Да, я думаю, что на разбой еще не понял, что буду оставлять, но сейчас будем смотреть. Да, вот восьмерку я подбивал. Вот это видим, вот с чего могут начаться ошибки. То есть, вот здесь, конечно, у короткого борта, вот здесь, снизу, неприятнейшая, наверное, позиция стоит. Да, очень нелегко. Здесь надо все аккуратненько и все четко. Вот сейчас мы смотрим раз, я забивал тройку и ставил свой куда-то на короткий борт. Ну, конечно, такого, чтобы конкретно бояться, нет. Ну, нужно это делать, потому что мы же играем не определенного шара, как в девятку надо сделать выход под определенного. Здесь можно, если ты под одного не сделал, ты можешь пошел и другого сыграл. Поэтому здесь чуть-чуть в этом плане она легче, игра со стороны кажется. Ну, здесь не идет речь о забить одну партию с Киа, две партии с Киа, здесь желательно десять и больше. Кто делает это часто, тот и считается один из лучших игроков. Ну, если говорить о лучших игроках, что ты можешь сказать о наших российских спортсменах? Вообще, есть ли какие-то игроки, которые подают надежду? Вот, у нас есть два, как минимум, прославленных игрока. Это Костя Степанов и Руслан Чернахов. Что думаешь об их уровне игры, если брать он какой-то мировой масштаб? Если брать мировой масштаб, ничего серьезного, потому что, как я слышу, Костя Степанов за свои 15 лет выступления на чемпионатах Европы и Евротурах выиграл всего лишь два турнира. Поэтому это небольшой показатель. Вот, что касается Америки, они вообще не выиграли ни одного турнира. Вот, поэтому, да, они сильно играют, но не настолько, чтобы выигрывать профессиональные турниры в Америке. Что им не хватает? Ну, наверное, изюминки. Изюминки? Да. Вот мы видим, что, ой, хороший удар получился. Очень опасный. Здесь я не подвил бы шестерку, продолжение вряд ли было бы. Но сейчас стала достаточно открытая позиция. Вот, ну, конечно, сейчас Руслан Ченахов стал гораздо лучше играть, чем он пару лет назад играл. Вот, он тренируется. Ну, вот тренировочный процесс, он вообще вот на Западе отличается от нашего? То есть тренируется как-то по-другому там, может быть, школа, методика другая? Ну, важно, важно в игре на деньги очень хорошая тренировка происходит. Как я делал в свое время, играл со самыми сильными, с Бустаманто, с Эфен Рейсом, со всеми. Да, проигрывал деньги, но потом небольшие деньги. Я играл по 100 долларов, по 200, по 300, но набирался опыта и спокойно потом отыгрывал эти деньги у других игроков. И в то же время стал выигрывать хоть какие-то турниры по пулу и попадать в призы в больших турнирах. Вот, мы видим позицию, что я не сделал правильную резку под четверку, потому что я хотел выходить в последний шарный разбой и оставлять пятый шар. Это... Вот, что я сейчас придумаю? Вот, я заказал дуплет себе, чтобы выровнять резочку под пятого шара. Это хорошая идея. Вот, мы видим прекрасный удар. Если бы я пытался забить четвертого шара и как-то своего распустить и под пятого выйти, это было бы гораздо сложнее. Скорее всего, не было бы на подбой у тебя, удачного угла. Нет, я бы мог сделать, но он был бы гораздо сложнее. Поэтому я решил выбрать дуплет и сделать правильную резку под пятого шара. У майка Дэвеса мы все чаще и чаще видим за установкой пирамиды. Пока мы не наблюдаем его игру. Жень, расскажи про кий. У тебя, конечно, очень сильно отличается инструмент рабочий от киев своих соперников, партнеров. Вот, он больше напоминает тебе кий для русского бильярда. Ну, да, про кий сейчас расскажу. Вот, мы заметим стандартный удар с левым винтом, с верхним, попадая в последний шар от пирамиды, чтобы свой коснулся длинного борта и вышел по центру. Вот, это стандартный удар в эту игру. Вот, что касается кия. Я играю уже не один год, это кий Александра Ефремова. Он делает специально для меня, по моим параметрам. Это что-то между русским кием и пуловским. Он весит грамм на 50, как минимум больше, чем пуловские стандартные кии дать. И в то же время он длиннее. Почему я играю таким кием? Потому что большую часть времени я провожу за русским столом. И, как все знают, на русском бильярде играть легким кием и коротким очень тяжело. И поэтому игра ведется в основном кием около 700 грамм и длиной метр... Ну, метр шестьдесят, да, метр шестьдесят один. Метр шестьдесят, да, два, по-моему. И поэтому я сделал что-то между русским и пуловским. Ну, как бы далеко не пуловским. Потому что тут у меня и есть елочка. И все в Америке каждый раз спрашивают и удивляются, что это. У них практически таких киев уже не осталось. Они говорят, что у них было это 50 лет назад. Некоторые пытаются заказать мне этот киев. Я им говорю, ну, попробую спросить у Саши, нужно ли ему это. Ну, а другие параметры? Баланс, диаметр наклейки? Диаметр у меня где-то 12. Баланс я так на скидку не помню. Ну, думаю, как в русском 42, наверное, да. Как в русском, да, то есть особо не отличается. Ну, очень сильно отличается ручка. Турняк, да? Что очень, да, удивительно. В русском бильярде я стараюсь, чтобы у меня турняк был очень тонкий. А здесь он толще чуть ли не в полтора раза. Ну, естественно, я пользуюсь еще и резинкой. Накей, ну, по-моему, в этом матче, я не знаю, есть ли оно у меня или нет, то, по-моему, не было. Вот, мы видим, что камеру перевели на другой стол, где играет сейчас один из сильнейших игроков из Англии, Джейсон Шоу. Он сейчас, считается, входит в десятку сильнейших игроков мира по разным играм. Ну, в основном это ротэйшн игры. Поясни, что это? Это все, что играется по очереди. От девятки до десятки и так далее. Вот, мы видим, что на разбой, наверное, ставлю я десятый шар. Вот, позиции достаточно открыты. Ничего сложного нету. Ну, и в продолжении разговора про кей, объясни, почему ты не пользуешься разбойником? То есть, понятное дело, что не для этой игры он нужен, но, играя даже в десятку и в девятку, насколько мне известно, ты разбиваешь этим же кием. Да, этот кей, у меня наклейка ЕСТ, жесткая, и поэтому вряд ли она будет деформироваться от таких легких шаров по сравнению с нашими. И кей, что-то с ним может случиться, треснуть он. Поэтому этого кия мне достаточно. Вот, мы видим, что я чуть-чуть не докатил, но, в принципе, резко-то подходящее. Вот, пирамида разлетится достаточно прилично. Главное, забить шара и удержать своего. Шестьдесят девять минус один. Таков счет. Вот, игра ведется до 150 очков. Евгений потихоньку-потихоньку сыгрывает партию за партией. Вообще, вот, говоря о пуле, какая твоя самая любимая игра? Ты играешь достаточно много разновидностей, какие только известно. Ну, наверное, многие знают. Это одна луза. Это одна из самых, вообще, умнейших и самых интересных игр. Вообще, на бильярде ее признают многие игроки, даже такие, как чемпионы мира по снукеру. Это просто уникальная игра. Но в России ее практически никто не практикует. Из-за сложности? Из-за сложности. Из-за того, что, ну, она не так популярная. Она развита в Америке. В нее играют на деньги. Разыгрывают очень большие суммы. Вот, эта игра ведется до восьми шаров. У каждого своя луза. Луза заранее обговаривается, да? А это наносится разбой. Если ты разбиваешь пирамиду, и слой у тебя попадает в левую сторону, значит, автоматически правая луза становится твоя, а соперника левая. А далее чередуется, меняется луза? Или все зависит от разбоя? Меняется в зависимости только от разбоя. Разбой в основном ведется поочередно. Разбой имеет большое преимущество, такое, как 9-7, фора, может быть, 8-7 считается. С кем вот из известных игроков тебе удавалось поиграть в эту игру? Со всеми. Эфрен Рейс, Хосе Парико, Скотт Фрост считаются сейчас самым сильным. Эфрен Рейс и Скотт Фрост – это самые сильные игроки в эту игру. Естественно, я получал форы с них. С Эфрен Рейс 10-7-9-7, со Скотт Фростом 9-7. Да, обыграл я их. И Эфрен Рейс последний раз обыграл меня. На форе 9-7. Это была коммерческая игра, да? Была коммерческая, да. Мы видим, что опять такая несложная позиция. Вот оставлю шестого на разбой. Я так думаю. Ну вот скажи, вот тебе, имеющему уже такой огромный багаж и знаний и опыта в эту игру, есть ли еще чему поучиться? Или все-таки здесь нужно развивать в себе вот качества, о которых мы говорили ранее? То есть это выносливость, сосредоточенность, собранность на протяжении всего турнира? Или все-таки подсматривать до сих пор приходится за сильнейшими? Конечно, век живи, век учись. В эту игру нет пределов. Я уже давным-давно понял. Вот мы видим, что я открыл позицию. Там мог ошибиться, правда, с выходом. Он после этого забил, по-моему, девятый шар. Достаточно нелегкий, но и несложный. Сейчас чуть-чуть подтянуть назад и сделать резко вот такую под шестерочку. Вот стандартная позиция. Мы видим, что Майк Дэвис уже устал подходить к столу. Да, интересно узнать, о чем думает Майк Дэвис. О чем молится, чего желает. Ну, как обычно, но когда же он ошибется? Я же должен выйти с сухой. Напомню, что призовой фонд этого турнира составлял 30 тысяч долларов. Игрок, занявший первое место, получает 10 тысяч долларов. Ну, и далее там до восьмерки распределяется, или до 16 распределяется остаток призового фонда. Вот мы видим, что не так хорошо я подбиваю пирамиду. Многие игроки стараются гораздо сильнее сыграть, чтобы позиция стала более открытая. Но так как я большого опыта не имею в эту игру, я делал не такие удары. Но заметите, что это невыгодно, не подбивать пирамиду сильно, потому что потом приходится дальше искать какие-то комбинации. И комбинации, чтобы подбить. Ничего легкого нет в моей серии. Я заметил, что каждый раз ты каждую партию 2-3 раза делаешь подбой остатков пирамиды. То есть это все связывается с тем, что изначально подбиваешь не очень сильно. И вот мы видим, что то, что я сказал, приходится играть комбинации. Сейчас я буду играть 13-й шар через 14-й, 3-м шаром. Да, ситуация стоит вообще, казалось бы, уже такая патовая. Но посмотрим, что придумаешь. Расскажи, как ты настраиваешься перед игрой, психологически, допустим, может быть, какая-то там дыхательная гимнастика у тебя. Видно, что ты очень спокоен, уравновешен, в одном темпе играешь. Есть ли какие-то у тебя ритуалы, обычаи, традиции перед турниром, перед матчем? Не всегда спокойно. Очень много факторов стало влиять на меня. Это жара. Я не очень хорошо переношу жару. Но что касается в американских бильярдных, то здесь кондиционеры работают хорошо. Вот мы смотрим, что я сделал удар такой, свой распустил. Но мне повезло. Я свой прикатился под выход, да, под 10-го. А что касается ритуалов, нет у меня никаких ритуалов. Я просто стараюсь делать свою работу и кайфовать от игры. То есть никаких ритуалов, никаких талисманов и обрядов ты не делаешь перед соревнованиями? То есть только полагаешься на свои собственные силы. Не советую никому, да. Потому что в основном это тренировки. Много-много. Вот мы видим, что я вышел под четвертого. И с верхним правым винтом сыграл достаточно сильно. И подбил пирамиду. Ну, сейчас посмотрим. Ну, все-таки предыдущий автовыход выжил из тебя улыбку. Да. Ты, наверное, сам так обрадовался с течением обстоятельств, что не смог удержать своих эмоций. Достаточно большая резка. Я не стал играть, да, единицу через шара. Резал седьмого. Вот мы видим, что... Да, ты вроде не дорезал его, но... Да, что лузы позволяют упасть в таком шару. Что касается не только луз, еще и нового сукна. Многие знают, что если новое сукно, то попадая в чужой шар в борт, он проскальзывает и делает другую траекторию, нежели чем, если взять старое сукно, то борт отскочит гораздо по другим углам, и чаще всего произойдет ошибка, если я попаду так, как я сыграл этого шара. Вот мы видим, что все здесь хорошо в этой позиции. На разбой я решил оставить девятый шар. Это... Желтый. Смотрим, что достаточно свободный я сейчас наношу удар, но чуть-чуть меня стало поддергивать. Это бывает. Я думаю, я восстановлюсь в процессе матча. Ну, ты, в принципе, уже как бы доволен тем результатом, который уже сейчас показываешь, как играешь. Достаточно большой отрыв, то есть уже пройден экватор. Да, практически больше, чем половина партии сыграно. Но это ничего не значит, мы все знаем, что я играю не с слабым игроком, а с регуляром американским. Расскажи о нем. Вообще, раньше доводилось тебе с ним играть? Точно не помню, но, по-моему, да. Были какие-то турниры небольшие, но местного значения. Не помню, не могу сказать, но вроде бы было. Что касается его, да, он выиграл не один турнир в Америке. Вот, правда, мейн туров он не выигрывал, я так думаю. Ну, какие-то турниры в Америке он точно заносил. Я думаю, не один. Что касается сейчас подбоя моего, вот вы видите, опять я сыграл вроде бы и не сильно, и не слабо, но пирамида не разлетелась. Вот сейчас был очень хороший удар. Да, вышел ты из затруднительного положения. Вышел, да, из затруднительного положения. Ну, вот, в принципе, неплохая позиция. Складывается. Да, я думаю, главное забить вот этот шар, десятый, по-моему. А остальное уже не удержал своего. Вроде бы сыграл с нижним, а что... Слишком медленно сыграл, да? Ну, не то, что медленно, наверное, просто порезче надо было удар сделать, чтобы свой остался на месте. Ну, что это, вот, волнение какое-то или все-таки какая-то усталость от концентрации вот от этого? Нет, просто есть разные такие удары, где вроде бы должен шар оттянуться, но так как я делал все это на коротких ударах, на одной половине стола. То есть у тебя сейчас не наигран, да? Не наигран, да. Удар, и я подумал, что этого нижнего винта, которого я давал, хватит мне, чтобы свой остался на месте. Но этого не получилось. Вот видите, что чуть-чуть я не довел, да, куда я хотел, в центр стола. Не самый качественный, наверное. Буду играть, наверное, пятого в середину. Да, уже за сотню перевалила твоя серия. Может, он не перевалил, наверное, но скоро... Ну, вот счет нам показывает 97 минус 1, и тем не менее, да. Вот ошибочка небольшая, извинился, мог свой упасть, но это ничего страшного бывает. При таких сериях иногда нужно чуть-чуть везения. Как вот там, Майк Дэвис тоже улыбнулся тебе в ответ? Я уже не помню, я уже сейчас, наверное, все, что к 100, уже нахожусь в какой-то матрице, наверное. Да, в эйфории. Вот ты мне можешь объяснить, вот скажи, вот Майк Дэвис, профессиональный игрок, регуляр. То есть он наверняка к этому турниру готовился, наверное, не один день, не одну неделю, не один месяц. Вот, уже скоро к концу матч подойдет, а он еще устал, а-то толком не был. Не обидно ли будет ему проиграть, так и не поучаствуя полноценно в этой игре? Правильно ли вообще построены правила игры, вообще сама по себе игра? Так что практически от соперника твоего ничего не зависит. Это такая игра, да. Ну, от соперника зависело, но бывает, что ничего не зависит, он может проиграть всю встречу. Да, ничего не сделаешь. Это не теннис, это не московская пирамида, где больше идет единоборство. Да, в этой игре... Прошу не путать с комбинированной пирамидой. Да, в этой игре такое, как стрейт-пул, такое существует, да, что человек даже может не подойти ни разу к столу. Только после того, как он разыграет разбой, он может ни разу не ударить. Да, это свойство этой игры. Ничего с этим не сделаешь. Ну, вот насколько мне известно, сейчас вот в девятку, в десятку, все-таки ввели очередной разбой, да, по очереди. Раньше же одно время играли, выигрывал тот, ой, разбивал на пирамиду тот, кто выигрывал партию. Вот, и также неоднократно мы были свидетелями больших, таких серийных партий. Да, но замечу, что в разбой очередности играется в основном это в Европе, в Америке Winner Break, это практически в 95% турнирах. Смотрим, поставил я выход под 11, опять вы видите, что не сильно я подбил пирамиду, но оказалось достаточно сейчас. Будем смотреть, что... Будем разбираться с этой позицией. В любом случае, тебя ждет очередной подбой пирамиды. Да, серия 111 написано, но еще я забил пару шаров. И один штраф еще, который был в начале. Да, получается 114. Заметим, что моя максимальная серия за всю мою жизнь это 149 шаров. Вот, игра была... Это был на официальном турнире? Нет, это игра, просто тренировочная игра была с Вайсом Гулавом в Москве, лет такие 15 назад. Вот, а так я делал по 100 шаров несколько раз, там 100 с чем-то. Вот, ну, эта игра редкая, у нас проходят турниры у нее, тем более в Америке тоже. Ну, как тренировочная игра, допустим, просто для кладки неплохая. Да, для кладки неплохая, но в основном надо, конечно, тренировать это желательно на строгих столах. Ну, вот, насколько вот на Даймонде было бы сложнее играть так серийно, как вот играют на Брансиках? Ну, такое по ощущениям, но в полтора раза точно. Вот, мы заметим, что, возможно, пару раз я уже мог ошибиться на Даймондах. При том попадании, куда я попадал в борт чужой шар, он мог по-другому уже отдать. И точняка бы ошибка была бы. Я думаю, что те люди, кто делают по 200, по 250, 300 шаров на Даймондах, это, конечно... Уникальные люди, да? Уникальные, да. Это практически сделать, наверное, на 147 в сноукер, но только еще не 147, а еще, наверное, очков 100. Интересно. Расскажи вот о форме. Вот, насколько мне известно, в пуле более так свободная форма одежды участников соревнований. Вот, но, смотрю, на этом соревновании, как бы, большинство одеты в жилетку, черные брюки. У некоторых наблюдается даже бабочка. Да, что удивительно, для Америки в основном играются турниры, да, это брюки одного цвета, темный низ, по-моему. Это про ботинки идет речь. И любое поло с воротничком, рубашка. Вот, но здесь они придерживались старой формы. Это жилетка. Бабочка не обязательно, потому что достаточно сложно играть с бабочкой, и она давит. И это, посчитали, что достаточно просто жилетки, вот. А в основном, конечно, в Америке это просто любое поло, удобно, красиво, комфортно. Вот сейчас, кстати, не такой легкий удар, левый винт. Вот, придерживался. Мог сильно сыграть, нет, но получилось практически идеально. Выделал по четвертый шар, правильную резку. Так, сейчас мы посчитаем, сколько выходит, 125, 126 серии. Чуть-чуть мне осталось до победы. А Майк Дэвис, тем не менее, очень тщательно ставит в очередной раз пирамиду. Славную дедулю в шляпе сейчас показывает нам. Операторы. Да, Джейсон Суал. Идет позиционная игра. Мы видим Тони Роблиц, один из организаторов этого турнира. А у нас у стола Евгений Сталев. Я уж не знаю, какая по счету партия. Несильный подбой. Что-то открылось. Посмотрим, что мы здесь можем предпринять. Ну, видно, вот по твоей какой-то некой варьяжности. То есть ты уже хозяйничаешь на столе. Играешь спокойно, в одном темпе, в одном ритме. То есть обычно у тебя недолго занимает время на подготовку и прицеливание, нанесение удара. Ну, вот время на раздумывание о позиции снимает по-разному. Зеленый в середину и выйдешь под красный, да? Да, нужно забить красный и, наверное, открыть позицию между 14-м и 8-м. И потом, наверное, подбойчик сделать от 9-го в пирамиду, чтобы она разлетелась и открылась дальше для серии. Напомни, вот к этому турниру ты специально приехал в Америку на это соревнование, либо ты же там находился? Я хотел спросить про адаптацию. Насколько известно, конечно, нелегко адаптироваться к москвичу в Соединенных Штатах Америки и показать полноценную игру свою. Ну, что касается специально-неспециально, ну, я находился уже в Америке около полгода, где-то так. Первый я приехал в январе, сыграл первый турнир, это было на Дерби-Сити, потом я уехал жить в Лос-Анджелес. Параллельно передвигался по Америке, заехал в Майами, потренировался со Славой Винокуром. Он не собирается, не разговаривался, не собирается принимать участие в русском бильярде? Пока нет, он ждет там каких-то своих документов и тому подобное. Что касается этого турнира, я жил около месяца в Нью-Йорке и узнал, что будет турнир. И тут смотрю, мне идет приглашение на Фейсбук, Чарли Уильямс, говорят, не хочешь ли ты сыграть в этот турнир? Я подумал, ну, свободное время есть, достаточно много. Какое-то взносное соревнование. Да, 550 долларов практически с любого человека. Это открытый турнир, но он не открытый, как бы, а многие игроки по приглашениям. В то же время он, как бы, написан был чемпионат мира World Championship Open. Не столь важно. Тем не менее, сетка на 64 участка. Сетка на 64, что касается по сетке, это игра шла под подгруппом. Ты попадал под группу 5 или 6 человек, и нужно было играть с друг другом. И по счету очков между встречами нужно было занять первое или второе место, тогда ты проходил дальше с подгруппы. Если оказывалось одинаковый счет по встречам, это имеется в виду, столько-то выиграл, столько-то проиграл, то считался по шарам. Кто больше забил шаров, тот дальше и проходит. Так, мы смотрим, что серия 139, 140, еще одна пирамида. И ты пробьешь свой собственный рекорд. Да. И если еще одна пирамида, то хочу сказать, что это будет победа в этой встрече. Небольшой нижний, очередной мягкий удар. Да, но увидим, что очень нелегкая позиция встала. И опять тебе приходится выкладываться для того, чтобы из этой позиции разобрать ее и создать для себя благоприятную. Да, красный угол с подбоем, повезло, свой никуда далеко не ушел. Да, есть игра. Открылась позиция, все, опять надо собирать. Ну, здесь, наверное, Майк Дэвис уже смотрит на свой чехол, в который планирует уже зачислить свой кей. Потому что уже вряд ли что-либо тебя может остановить в этой ситуации. Разговаривал ли вообще с Майком? Что он вообще думает о твоей игре? Как понравилось ему? Он наверняка тщательно наблюдал и следил. Была ли какая-то беседа? Конечно, была беседа. Ожидал он от тебя такой игры? Не ожидал? Как он говорил, что по моей игре им кажется, что достаточно очень легко я собираюсь все шары. Но они знают, что я играю в русский бильярд, что у нас очень узкая луза. 2 мм-3 мм разница между шаром. Поэтому им так кажется, что я очень легко забиваю здесь. И для меня большой сложности не представляет забить какие-то сложные шары и вообще сделать серию. По их ощущениям, так я выгляжу за столом. Интересное наблюдение. Но действительно, я в этом сам убедился, что вот эта легкость, непринужденность, с которой ты играешь, вовсе не свойственна другим игрокам, на лицах которых можно наблюдать и напряжение, нервозность, эмоции какие-либо. Потому что действительно, здесь цена ошибки может стоить партии, может стоить встречи. Мы видим, что я закончил серию 151 шар. Вот подходит Джон Смит. Я пожал руку и спрашиваю, можно ли продолжить? Да, конечно, продолжай. Мы же должны зафиксировать максимальную серию. Говорю, есть ли какой-то приз за максимальную серию? Он говорит, есть, наверное, будет. Вот мы видим, что Джон Смит, это один из лучших игроков в эту игру. Он выиграл US Open по девятке. И серии, такие как у Джона Смита, повторяли, наверное, единицы. И на даймоде, может быть, даже никто и не делал. Он мне после этой игры подарил диск, где он сделал 280 с чем-то шаров с кияву. Именно на даймонд-столе. А так у него серии доходили до 400 на брансвиках. Слушай, приятно, что сам Джон Смит сейчас ставит тебе пирамиду. Да, мне было очень приятно. Я ему говорю, ты, наверное, ставить будешь плохо мне, потому что ты боишься, что я тебя перебью, твой рекорд, и диск буду я продавать. Ты выпустишь свой диск, да. Да, выпущу свой диск. Ну, я думаю, что он легко мог парировать тем, что, скажите, я-то сделал на даймонде, да? На строгом столе. Да, но он сделал это на тренировке. Ну, это как бы не то, что не считается. Ну, попробуйте, сделайте даже на тренировке. Понятное дело. 100 шаров. Многим любителям американского пула известно о том, что даже собрать 15 шаров достаточно сложно, проблематично. Этому должны способствовать какие-то нагреши, знания, отработанные удары. Ну, а Евгений Сталев сейчас продолжает. Закрытая позиция, но сейчас попытаюсь подбить что-то и открыть. Да, ну, вот ты достаточно порадовал нас очень многими комбинационными интересными ударами и покладки. Уиграл стабильно, хорошо. Скажи, Майк Дэвис ушел уже или остался досматривать? Да, он остался досматривать. Возможно, он ушел в комметаторскую комбинку документировать матч и что вообще он делал у стола. И, казалось бы, он думает, где же он ошибся. Неплохой, как мы помним, отыгры, что он сделал вплотную, прилепил биток к шарам, затруднил какой-либо тебе удар по лузе, но не ожидал, что ты найдешь такую интересную комбинацию, как удар от борта третьим шаром. Да, я хочу напомнить, что я провел очень много матчей и сделал очень много комбинаций на этом турнире, что многие просто смеялись и восхищались, что такое происходит, откуда он находит эти шары. Но для меня это очень легко, потому что я комбинации даже играю в русском бильярре. Называли его западные спортсмены. Хороший удар. Вывел пятнадцатого на игру. Сейчас посмотрим, с какого шара будем делать продолжение. Желтый угол, наверное, нет? В дальний. Давай сейчас посмотрим. Уже сейчас помнишь, как ты сыграешь в этой ситуации? Наверное, будет единичка в среднюю. Почему в среднюю? Мне казалось там, что... В среднюю левую нижнюю. Вот, выход по девятку. И сейчас, наверное... Да, вот это с верхним правым подбойчик, тормозящий... Ну, идеально. Да, идеально. Десятку увел на подразбой. Продолжение есть. Главное, сейчас разобраться и не торопиться с этой позиции. Слушай, ну вот скажи, вот после вот этого турнира захотелось ли еще тебе продолжить тренировать... Наконец-то начать тренироваться в пулу и, может быть, сыграть в более крупных турнирах и коммерческих, и официальных соревнованиях, чемпионатах мира? Что вообще, какие планы вдохновило для тебя? Вдохновило ли твое достижение на этом турнире, на дальнейшей тренировке? Либо все-таки все какие-то есть? Естественно, я показал достаточно хороший результат на этом турнире. Занял третье место на чемпионате мира. Такого еще не было в истории наших российских игроков. И вообще у меня. Я, конечно, выиграл небольшие турниры в Америке. В большом турнире я занимал шестое место. Это было 2006-2005 год. Это IPT с призовым фондом 2 миллиона долларов. Что касается... Да, конечно, мне захотелось играть, но есть много стечений обстоятельств, что меня иногда притормаживает. Это надо жить в Америке, потому что больших турниров и больших призовых фондов в России практически нет в пол. И я больше предпочитаю играть в русский и развивать наш бильярд у нас в стране, потому что наш бильярд – уникальный вид спорта. Я считаю, что он ничем не уступает полу, потому что в нем есть изюминка, такая как единоборство – удар я, удар соперник. Это смотрится для многих интереснее, чем если один игрок подошел к столу и потом другой не ударил ни разу. Это так, как двое свелись играть в игру на равных. Один его обыгрывает, две партии ския ему делает, он говорит, все, закончили, дайте форы. Он говорит, а за что я должен дать фору? Я даже не видел, как вы играете. Ну, старый уже бородатый анекдот. Да, поэтому я считаю, что… Все-таки единоборство… Единоборство, да, в игре должно присутствовать. Что касается нашей игры, чаще всего это происходит в Московскую пирамиду, и в русскую, 71 очко, конечно, больше, но она менее развита у нас сейчас. Но раньше, до 90 годов, в основном игра проходила именно в эту игру, 71 очко по заказу. Это самая-самая интересная игра на русском бильярде. К сожалению, не часто встретишь в московских клубах играющих спортсменов или просто любителей этой игры. Ну, я хорошо помню лет 18-20 назад, когда сам начинал, что играли в нее очень-очень много. Все более и более у тебя какой-то задумчивый вид. Это сложные какие-то ситуации, иногда действительно тебе везет. Да, по ходу этой всей серии было много моментов, где повезло мне. Это немногие понимают, но я понимаю, что я забил очень много тяжелых шаров и вышел из сложных ситуаций. В эту игру, конечно, бывает при таких сериях, но желательно, чтобы было все попроще. Ну, ничего не сделаешь. В стрейт-пул я играю не так часто, так что смотрим то, что есть. Открытая позиция. Сыграл чуть-чуть слабо, выходил под девятого шара. Сейчас посмотрим. Ну, не думаю, что тебя такая резко там что-то пугает. А подбой вроде бы нужен был. Вот сейчас, да, будем смотреть. Вот нелегкая позиция, практически нет шара на подбой. Но я думаю, что сейчас одиннадцатого я забью в угол, я свой на месте. Да. Ну, сейчас надо что-то пошевелить. Сейчас надо, да, что-то подбить такое, чтобы стало хоть более-менее на игру. Джон Смит наблюдает за твоей игрой? Джон Смит готов ставить пирамиду еще часа два, если я буду делать серию. Кто-нибудь на этом соревновании отличился подобной серией? Нет. Какой был зафиксирован результат максимальный? Такой серии не было. Даже, по-моему, 150 шаров не было. Была серия в прошлом году. В прошлом году сделал это сильнейший игрок. Сейчас пятерку сильнейших игроков мира входит. Это Дэрл Эпплтон. С кем мне пришлось играть на этом турнире за выход в финал, где я вел по ходу встречи до 200 очков 120 на 80 или на 160. И сделал достаточно легкую ошибку. И получил 100 шаровский я. И потом мало шансов у меня было выиграть. Но шансы были. Но на данный момент он играет лучше, чем я. Мы видим, что мы семерку подбили на игру в среднюю. Даже очень неплохо получилось. Не часто можно увидеть, когда подбой пирамиды ведется через забитие в среднюю лузу. В основном все-таки на иные шары выбирается для подбоя. Но, по-моему, все неплохо. Ты вышел. Да, 181-182 с кем. Что касается Дэрла Эпплтона, да, вот после того, как он выиграл этот турнир, я смотрел много встреч. Он обыграл Шейн Ван Боинга в финале достаточно легко. 200 на 20, или я уже не помню, сколько шаров. И в эту игру я посчитал, что он на данный момент лучший игрок в трейд-пул. Он пришел со снукера, говорит, что делал даже 147. Ну, уже давно живет в течение нескольких лет в Америке. Переквалифицировался. Много выиграл турниров, мейн-туров, и чемпионат мира выиграл не раз. сейчас самый сильный игрок. Что касается Джон Смита, да, он показывает тоже хорошие результаты, но Дэррен Эпплтон на данный момент лучше всех. Опять мы видим, что не такие простые позиции у меня, но сейчас будем что-то подбивать. Да, вот очередной подбой. Главное, чтобы 15-й есть на игре через все поле, единичка желтенькая. Ну, в целом, как бы сейчас один-два сложных таких удары более-менее, и позиция. Ну, вот сейчас опять придется мне играть через все поле, а когда не сыграешь в течение часа, полчаса дальние удары, можешь ошибиться достаточно простого шара. Ну. Что сейчас происходит? Пока рано ошибаться. Что сейчас происходит? в твоей жизни? Готовишься к чему-то? Тренируешься где-то? Где планируешь выступать в этом году? Какой-то план есть у тебя? Недавно отдыхал, практически около месяца. Только приехал с Таиланда, не играл уже месяц. Вчера потренировался. Еще не так много турниров в стране, в мире. Не тренировался в русский бильярд? Да, тренировался в русский бильярд. В стране, конечно, кризис. Не так много турниров проходит по русскому бильярду. И тем более, это интересно для моего статуса. и вообще, для моей игры. Какого рода турниры ты видишь? Во-первых, я рассматриваю турниры с Московской пирамидой. Это раз по старым правилам. Естественно, должен быть немаленький призовой фонд. Вот мы смотрим, что под шестого шара будет выход от тринадцатого. Вот такая резочка, чтобы специально чуть-чуть сильно сейчас с нижним подтянуть его к середине. Ну вот очередной неплохой удар ты сделал. Да, чуть-чуть сделал резочку, конечно, хотелось бы побольше. Опять Джон Смит ставит пирамиду, улыбается. Говорит тебе что-то в этот момент? Да. Меня он, с его слов, по-моему, прозвали меня мистер не буду вам говорить, что он. Это будет в конце. Но ты заинтриговал. Да. Это такая у них пословица или такой у них сленг в Америке. История обо мне, как я эту встречу сыграл. Ну, будем с нетерпением ждать. Я не знал никогда, что такое стрейт-пул. Я никогда не делал больше, чем сто шаров. Но я сделал. Но это вы узнаете в конце матча. Да. Сколько и чего? Конец матча уже завершился. А вот серия твоя пока конца не знает. Уже как по шаблону ты разбираешь все позиции, будь они сложные или легкие. так вернемся к разговору о тренировках. Насколько для тебя сказываются перерывы, отдых? Ты вот сейчас практически месяц отсутствовал в стране, отдыхал. Насколько тяжело восстанавливаться в свои 35 лет. Я помню, что раньше ты говорил, что достаточно тебе там несколько дней после перерыва поиграть усиленно и ты в хорошей форме. Как сейчас вообще дела обстоят? В какой форме сейчас ты? Ну, я сейчас, наверное, интересуюсь про русский бильярд. В пул я вижу, что не в плохой. Ну, естественно, что если ты не тренируешься, да, форма улетает. Но иногда бывает по-другому. Игра отстаивается, как мы называем, и ты играешь еще лучше. Но это, наверное, временное явление. В основном это происходит на каких-то коротких моментах, дистанциях. И если ты играешь в долгую игру, естественно, встают ноги, встает голова. Поэтому здесь нужны постоянные тренировки. То есть физическая подготовка быть обязана. Да. Естественно, нужно делать через день ходить в бассейн. Желательно можно и каждый день подтягиваться на турничке. Ну, вот многие, конечно, мне неоднократно задавали вопрос вообще, можно ли заниматься какими-то силовыми видами спорта и насколько это вообще может отразиться на качестве игры. Естественно, можно, но не так, как... Что ты посоветуешь? качаются люди железом. Так, общая физическая подготовка, она, естественно, нужна для сосудов, потому что без этого будет играть тяжело, начнут потеть руки и будет неуверенность перед каждым шаром. То есть, необходимо вести здоровый образ жизни, соблюдать режим, вовремя ложиться спать и просыпаться в одно и то же время желательно. Да, естественно. В принципе, меня и поражаешь. Вот мы видим, что неудачное получилось резко под единичку, но я не стал мудрить, сделал просто назад, оттянул свой и нелегкий шар девятка встала на мой разбой. Ну, здесь главное попасть по резочке и удержать своего. Вот так, серия у нас 212 шаров. Тебе уже сказали, какой приз за максимальную серию? Нет, это говорят в конце, это собирают в основном на этом турнире не с организаторов, а со зрителей, кто готов нести свою... Это на добровольной же основе, на добровольной на основе любой-любую сумму из этого собирается рядовый фонд. Интересно. у нас бы такое прокатило. Ну, попробовать стоит, почему нет. Любые 100 долларов, они все равно деньги. Ну, забив уже более 200 шаров, не надоело тебе вот как вот... В данный момент нет. Или ты наоборот, я бы хотел стать вторым Вилли Маскони. Вообще недосягаемым, да? Как легенда ходит о Вилле Масконе, журналист подходит и спрашивает, Вилли, Вилли, вы когда сделали 500 шаров ския, на каком шаре вы ошибку сделали? Он говорит, я ни ошибку не сделал. А что произошло? Что? Он говорит, я просто устал и пошел домой. Да. Кто бы знал, кто теперь узнал, какая вообще могла бы быть серия Вилли Масконе? Если бы он был бы чуть более выносливым, ходил бы каждый день в бассейн, как это делает Евгений Сталев. Да, это было 50 лет назад, может быть и больше. Тогда играли все не в жилетках, а в костюмах. Можно забить в Ютубе по-моему есть даже матчи в Вилли Масконе 50 лет назад. Но тогда лузы были гораздо шире, чем сейчас на даймонах. Что сейчас высматриваешь? Сейчас ничего сложного нету. Ты так померил, что-то отмерил? Отмерил, что по двоечку и легкий выход. Подбить шарика. Чуть-чуть сильно, но все равно игровая позиция. Тройка на разбой. Думаю, под нее буду выходить от шестого шара. Мы видим, что я практически без замаха не целюсь. Ты бережешь силы или просто настолько уже уверен в забитии? Уверен, но мы как знаем, что любая уверенность, она не всегда правдивая, потому что в любом случае, когда ты играешь на протяжении часа с чем-то, ты можешь просто промахнуться любого шара. И даже можно выход сделать плохой и не забить. Вот вы видите, что перекрутил, но будем пытаться. Есть. Идеальный, идеальный удар. 225 шаровский я. Этот Джон Смин говорит, ох ты, бог. 225 нам показывают и плюс один, который был забит после фола в начале матча. Наверное, они считают уже серию. И вот этого не ожидал никто. Вот этого не ожидал никто. Сейчас, не знаю, повторят, не повторят, но чуть-чуть я перерезал, попал в длинный борт. Ну что, сорвал удар, халатно отнесся, или уже как бы все, сбился в каком-то стемпе, может быть, или в транс, наоборот, в какой-то ты вошел и допустил какую-то досадную ошибку. Наверное, просто недоцелил, не перепроверил резку. Естественно, это расконцентрация, когда ты делаешь на протяжении час-двадцать такую серию ты можешь промахнуться любого шара. И поэтому иногда это происходит. Вот такая вот игра была, уважаемые любители бильярда. Я думаю, что вы смогли получить истинное удовольствие от увиденного. Потому что такое увидишь нечасто. И нам остается с вами попрощаться, сказать вам, что до новых встреч и пожелать вам успехов на зеленом поле. Всего доброго. До свидания. До новых встреч.